Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 19 апреля. Сейчас будем смотреть комментарии, как обычно. Я сегодня с подмерзшими помидорами забегала и вчерашние ответы на вопросы не успела выложить. Так что вы, скорее всего, завтра утром, когда проснетесь, будет у вас два. И вчерашний юбилейный, где все такие веселые, позитивные комментарии, поздравления. И сегодня уже более такой грустненький ответы на вопросы выпуск, где уже говорим только про замерзшую рассаду. Но у нас морозы основные прошли. Вот тут, я не знаю, видно кому или нет. Вот Яндекс прислал погоду. Завтра опять снег небольшой, но температуры уже щадящие такие. Ночью 0, днем 2 градуса. 2 градуса это уже по нашим меркам очень хорошо, а 0 ночной, так это вообще Божья благодать. После сегодняшнего минус 8. Конечно, все комментарии сегодняшние, это про вот замерзшую рассаду, про подмерзшую, про то, какие там выживают, какие не выживают. Сейчас все это обсудим. Хочу сразу в начале этого выпуска поблагодарить всех, кто за меня переживает. Но мне не очень приятно, что вы расстраиваетесь больше меня, там даже вот кто-то пьет кроволол, я, если честно, даже запаха кроволола не знаю, ни разу в жизни не пила. Я никогда в таких случаях не расстраиваюсь, я наоборот, как обычно говорят, что, как же, чтобы быть сильнее русским нужна война, или вот какие-то. Я сразу мобилизуюсь, у меня сразу все, я сразу начинаю действовать, я никогда не раскисаю, не плачу. Я вот уже писала в комментариях, плачу только, когда читаю книги про любовь, или когда смотрю мелодраму, это на пользу. Как я считаю, что восстанавливается вот наша душевная чувствительность, когда мы всплакнем вот в таких ситуациях, когда переживаем за героиню, там, за любовь, за ее неудачи. В трудной ситуации плакать не нужно, но я никогда стараюсь не плакать. Ну, конечно, спасибо за поддержку, за комментарии, за то, что вы переживаете, но не надо переживать, я вас прошу, не расстраивайтесь. Это рядовая ситуация у нас. У меня было и уже полностью высаженные в теплицу, в июне замерзала полностью теплица, потому что у нас мороз может накрыть в сибирском регионе в любой момент. Было то ли 7 июня, то ли 5 июня, много лет назад, лет 6 или 7, был мороз минус 7, никто не ожидал, и у меня полностью высаженная вся партия полностью теплицы замерзала. Я не плакала, нет. Пыталась там что-то, пасынки полезли, но, конечно, они были такие всякие уроки, томатики, но ничего, выросли все равно. Так, вот, начинаем. У меня как-то замерзла рассада, но без урожая я не осталась. Она отошла, наросла зеленая масса, зацвела просто чуть позже, был урожай. Да, конечно, она будет с опозданием. Я сразу скажу, что у меня верхушечки почти у всех целые, но, вот, как некоторые говорят, да, она у вас не замерзла. Я считаю, что если листья замерзли, значит уже, как это можно назвать, что рассада замерзла, ну или подмерзла, как выразится, я не знаю. Верхушки некоторые вот у этих высокорослых остались целыми, они, конечно, придут в себя, но будут лысыми, потому что листья вот у таких с тоненькими листьями почти у всех замерзли. Нет, не почти у всех, а у тех, у кого листья вот замерзли, они почти у всех упадут, потому что они уже скукожились, но это было видно сразу, вот эти показывала я вам, которые тоненькие. Но зато наши эти сибирики толстяки все целые, как солдаты. Марина Матвеева спишет, ничего страшного, отойдет, много зелени осталось, почему так рано сажаете в неотапливаемую теплицу? Ну, я не сажаю, она у нас там стоит, и стоит уже давно. Ну, вот пишет, теперь прослушала, что обогреватели ставили. Вот в том-то и дело, много комментариев, люди, которые только посмотрели начало, что замерзло, не послушали, почему, не послушали, как я ее реанимировала. Очень много комментариев, которые пишут то же самое, что я потом. Многие пишут, побрызгайте пином, восстановите там, полейте, побрызгайте пином, это все было сказано в видео, но люди не дотерпели до конца, начали писать комментарии. Многие пишут, нужно было поставить обогреватель, хотя я только что как раз сказала, что обогреватели-то у нас и отключились. Многие пишут, что же вы им не прикрыли? Ну, какой смысл был прикрывать, если каждый день у нас работали обогреватели, все было хорошо. Вот такое стечение обстоятельств. Это тоже бывает. Пишет Татьяна Яродская, очень сочувствую, обидно, вспоминаю свои неудачи, не лепо и глупо получилось, у меня в середине мая 17-го года почти все томаты замерзли, тоже отошли обогреватели от розетки. Вот именно в таких случаях, когда, ну вот это я считаю просто несчастный случай, ты не предугадаешь, вот кто бы знал, что этот автомат он возьмет, и именно сегодня в самую морозную ночь возьмет и предохранит нас от какой-то там, может быть, мнимой опасности, а может реальной опасности. Раз и выщелкнется, и произойдет это как раз после того, как я уйду спать. Вот не мог он выщелкнуться в час, например, и пол первого, я же была там пол второго, все нормально было. Но я даже уже теперь не буду выяснять там, кто виноват, там этот автомат виноват или виноват, что как раз мороз в этот день. Просто вот так все сошлось, как говорится, в ненужное время, в ненужном месте все эти факторы сошлись, и получилось, что рассада немного пострадала. Вот пишет, очень жалко, держитесь на первом месте Всевышний, потом томаты. Ну, конечно, Бог, видать, есть на свете, и вашими молитвами я сегодня побрызгала их, смотрю, поднимаются, поднимаются помаленько. Ну, конечно, вот эти, у которых листья совсем замерзли, они будут лысые. Я не уверена, что я их себе оставлю, потому что у меня на запасе много запасных, но лысики есть. Так. Ну, вот это я не поняла, чисто по-нашенски, это что-то про арбузы, я уже теперь про арбузы и не помню. Самое обидное, что сорнякам хоть бы хрен. Да, я ходила сегодня в ту теплицу, где прямым посевом грунт томаты сеяла, там же не обогреваемая она, и там не были включены ни вентиляторы, ни газовый. Вся вот эта вот рассада, которая взошла посевы, они все целые, и все сорняки, и сидираты, все так пышно, там все цветет, все растет. А дуванчики расцвели, там заходишь как оазис, вот тебе и на. В одной теплице замерзли томаты, а в другой наоборот, все цветет и все пышет. Ну, так бывает тоже. И не знаешь почему, от чего это зависит. Вот пишет Любовь Тимушкина, что три года назад томаты отошли, подруга высадила очень рано, а перцы погибли навсегда. Я про перцы даже и не мечтала, держать их в такой холодной теплице. Вот когда у меня спрашивают, ну что ж вы домой не занесли. Ну, если бы у меня была возможность, конечно, занесла бы я домой, я просто не имею такой размер дома большой. У меня дома же еще все перцы ставят, перцы, огурцы, другие томаты, там своих квартирантов хватает. Если бы была возможность, конечно, я впихала бы в дом, но у нас обыкновенный маленький частный дом, туда все уже не войдет. Я же говорю, что я их распикировала по большим пол-литровым стаканам, они занимают очень много места, и уже в доме нет ничего. Надежда Васильевна пишет, не переживайте, отойдут, у меня баклажаны на лоджии валялись. Думала, все, полила теплой водичкой, ожили. Я так представила, валяются такие баклажаны. Мороз не идет стеной, он идет волной, на одной грядке бывает в начале все вымерзает, в другой конец грядки даже не тронет. Да, это пишет Татьяна Лукьянова. Но я вот когда делала вот эту вот, ну как статистику поврежденных томатов, там явно видно, что именно остались вот эти вот, все толстоногие остались нетронутыми, а все индетерминантные, которые высокорослые, в той или иной степени они пострадали. У кого-то листья обмерзли вообще, а кто-то просто, как вот я сказала, опечалился, прилег. Ну вот так вот склонил голову, прилег, потом он поднялся в меньшей степени. И это не зависело от места расположения. И те, которые у стены, у дома стояли, и те, которые стояли ближе вот туда, к поликарбонату. На всех полках картина одна и та же. Толстоногие все живые, а вот эти индетерминантные высокорослые, у которых высокий стебель, они все, ну как опять я говорю, в той или иной степени все повредились немножко. Ну вот пишет Анна Фадеева, отойдет Бог даст. Да, конечно, все отойдет. Я сразу, я когда снимала видеоролик, я же сказала, что я сильно и не расстраиваюсь, буду реанимировать их. Это не такая ситуация из ряда вон выходящая. У нас у каждого из нас, вот когда-нибудь, в какой-нибудь, или в этот год, или в следующий, или сейчас, или в мае, или в июне, всегда бывает такой казус, что подмерзает, в какой-то раз подмерзнет, прям вообще потеряем половину, в какой-то раз реанимировать можно. У меня один год даже арбузы в открытом грунте высадила рассаду, она уже все была хорошая. В июне, у нас в начале июня бывают заморозки, и укрывали ящики полиэтиленами и половиками, прикрывали. Дал такой мороз, что после открытия сняли, а они там все свареные. Ну, что теперь делать? Ну, сварились, замерзли. Это Сибирь. Так, вот пишет Олечка, это боец, правильно понимаю. Вот Инна Асташова пишет, вот это тоже такое расхожее мнение, что я правильно понимаю, которая выстояла рассада, она хорошо закалилась. Ну, как она может хорошо закалиться, если у них условия одинаковые? Они одинаково здесь стояли, одинаковое количество дней, и что та закалилась, и что другая, их вместе заносили, их вместе выносили. Условия закаливания были у всех одинаковые. Это зависит только от характеристики сорта. Я уже убедилась в этом много-много лет назад. Краснодар пишет, у нас ночью было плюс 3, но для Краснодара это очень холодно. Томаты высадила уже в открытый грунт, ничего не произошло, все живы. Тут пишет вот Елена Канаева, укрывала белой матерью и пленкой двойной. Вот все пишут, у всех почти был минус 10, может быть у нас тоже был минус 10, я даже не знаю, мне как прогноз вчера пришел, что минус 8. Я так и заладила, минус 8, минус 8, может быть и 10 было. Петр Войцешко пишет, дорогая Оля, очень больно смотреть на рассаду, уже дневно просматриваем, отслеживаем ваше видео. Хвала вашему мужеству, что вы нашли сил нам все это показать. Так, два дня назад был мороз, минус 10, вот все пишут, что минус 10. Будем живы, хрен помрем, это пишет Галина, как говорила ее мама. Удачи всем. Ну вот, Надежда Клюева, я вот говорю, что Ольга Павловна, так жалко, я даже корвалол выпила. Ну вы не расстраивайтесь, даже я так не расстраиваюсь, ну что теперь из-за этого лекарства что-ли пить? Вообще, я не сторонник лекарственных средств, только по необходимости. Так, у меня тоже перцы упали, пишет Наталья Дроздова, привезли на дачу, 3 дня меня не было, не топлено было на улице, минус. Перец гораздо хуже, чем ваша рассада был. Думала, выброшу. Протопила, рассада к концу дня поднялась. Я перец один раз на улице забывала, один лоток оставляла, он выдерживает тоже очень хорошие температуры, холодные. Но просто мы не рискуем, мы знаем, что он теплолюбивый. Всё правильно, Оля. Когда-то давно, 12 июня, вот я, наверное, это и помню, что был заморозок, целое поле почернело, в совхозе его бросили, потом, когда трава выросла, её решили скосить, а там красной от помидор. Хо-хо, они там сами выросли, да? Но это, наверное, очень давно было, раз косить пошли помидоры. Но у меня было в июне замерзало, я говорю, целая теплица, это было много лет назад. Вот, так, изумрудные серёжки, хороший огурец. Вот, про это я говорю, я здесь, в этом же видео сказала, я сейчас буду брызгать эпином, а многие после этого мне пишут, побрызгайте эпином, я спасала только так, спасибо. И вот ещё одна, Татьяна Белова, побрызгайте эпином. Но это значит, что люди просто сначала смотрят минуты 2-3, а потом, ну это, не досмотрев, начинают писать то же самое, что я сказала уже. У меня такая же картина была сегодня на лоджии, пишет Элина. Полила тёплой водичкой, побрызгала эпином, встали через час, как будто ничего не было. Но у меня они, значит, больше у некоторых листья подмёрзли, потому что листья уже почернели у вот этих высокорослых, а некоторые встали, да. Вы такая оптимистка, чтобы больше не было у вас заморозков. Я тоже так хочу, чтобы больше не было заморозков. Вот Анатолий Бурков пишет, жаль. Ничего, ничего, мы это переживём. Пишет Вячеслав, замерял разницу температуры ночью в теплице из поликарбоната без обогрева. Если ночью температура в минус 2, то в теплице минус 1. Вывод, холода теплица не держит совсем. Я знаю, что у нас, например, если не включить ветродуйку и обогревателя, то к концу ночи к утру температура почти выравнивается вместе с уличной. Поликарбонат держит тепло тогда, когда его кто-то производит внутри теплицы. Вот, например, вот этот газовик или, например, ветродуйка. Когда она делает это тепло, то он удерживает хорошо. Но если тепла нет, то она очень хорошо остужается. Это точно. Я вот это тоже уже давно поняла. Так. Ну вот, пишет Валентина, тоже была такая беда, но замёрзли перцы. Тоже обработала эпином, прикрыла, лист весь отвалился. Ещё обработала, пошли пасынки. Ну вот пасынки у лысых помидор, которые листья, если отвалятся, через пасынки можно выращивать. У меня один год вся рассада замёрзла, Валентина Жульмина пишет. Часть выкинула, часть посадила в грунт. Почти одни корни на рынке купила рассада. И вот из этих корней стали отрастать мышечные побеги. На этих кустах было много помидор, к моему удивлению. Теперь на своём опыте знаю, что если корневая не замёрзла, то помидоры могут восстановиться. Я уже говорила, что если корень, если полтомата целая, такого мороза не будет больше 30 лет. У нас последний раз 35 лет назад было. Но это она имеет в виду, что циклы, наверное. Но я не помню, чтобы у нас когда-то, мы обычно в это время, последняя декада, вторая, третья декада, вторая половина месяца апреля, у нас всегда в поликарбонатовой теплице стояло. И я не помню, чтобы было там минус 8, минус 10, 6-7. Но кратковременно, как вот ночные замерзки. Даст одну ночь, а днём потом тепло. А чтобы вот так мы были засыпаны снегом 4 дня. 4 дня стоял стойкий мороз, ещё вчера была метель. Так, пишет Зоя Голикова, расстроилась до слёз. Не расстраивайтесь, я вас прошу. Надо менять техусловия на электричество, ну это точно. Проводить здоровенный кабель нет. У нас нет такого, да? Ну блин, Антонина Межберг пишет. После просмотра первого видео давление поднялось. Ну не надо так расстраиваться. Теперь я уже жалею, что выложила это видео. Всех расстроила. Сама не расстроилась, сижу хихикаю. А люди там плачут, переживают. Просто я сразу сказала, если вы очень так... Так, сейчас ещё на это проползёт. Надежда Кузнецова пишет. Ольга, это эксперимент для других, чего нельзя делать в такие ранние сроки. Очень жалко ваших трудов. Спасибо за науку. Но это не эксперимент, это случайность. Я бы не рискнула около, там сколько, не знаю, 3000 корней рассады ради эксперимента взять и подморозить. Это даже для меня через чур нет. Вот Андрей Каркунов пишет. На вас это не похоже. Почему не занесли? Я при плюс 3 заношу домой. Ну, я не занесла, потому что у нас работали электрообогреватели. Они до этого стояли уже неделю. Всё было нормально. Просто случилось так, что... Так. Вот пишет. Тоже почернели, из пазов пошли пасынки. Как с передовой фронта. Так, тут пишет Елена Александровна. Да, мы сеперики такие упертые. Всё у нас растёт, несмотря ни на холод, ни на зной. Вырастим мы всё. Под мёрзшей рассаде нужна влажная темнота на двое суток. И все до одной поднимутся. Сверху теплицу затянуть чёрным или рассаду, набросить чёрную кровь, ну и проблема решена. Главное, чтобы солнце не коснулось. Нас уже всё коснулось, всё, что могло. Так, про арбузы не будем. Сегодня не до арбуза. А мы газетами, затем агроспаном, сверху целлофаном накрыли, выжили. Кстати, пекинка, которая на улице была под сугробами. Сегодня сугробы растаяли, она вроде живая. Интересно, будет с неё толк или нет. Но мне так интересно, что она на улице выжила. Надо было рассаду сверху прикрыть укрытым материалом, он бы выручил. Ну, видите, всегда у нас было по другой схеме, что электрообогреватель включаем на... Так, ну хорошо, тогда можно купить генератор. Так многие в деревне делают, у них подолго света нет. Когда два года назад, пишет Гузель, моя рассада попала под заморозки, она стояла вся чёрная, все стебли до земли. У вас ничего страшного не вижу, попала на ваш сайт случайно, поэтому не знаю, зачем вы так рано сажаете томаты. Мне объяснять долго не хочется, что если посадишь позу, у нас в Сибири вообще ничего не дождёшься. Зелёные попрышки потом есть. Вот пишет Андрей, что примерно контролировать расход остаток газа в баллоне можно с помощью весов, то есть взвешивать баллончик надо. Но мы сегодня новый поставили. Пишет Олег... Ну, со страницей, вероятно, Алексея Волкова, пишет зрительница. Только не расстраивайтесь, не плачьте, у самой слёзы наворачиваются. Не плачу я. Быстренько эпином с энергеном побрызгать. Да ещё раз, я уже сказала, что я сразу же сейчас побрызгаю эпином с энергеном. Так, жалко трудов, не обращайте внимания на тех, кто учит, как надо сделать, ещё делают вам замечания, всё было предусмотрено, но появились форс-мажорные обстоятельства, пишет Любовь. Но я вот пишу, что спасибо, тут уже проскользнуло у одной в комментарии, что я чуть ли не специально для повышения количества просмотров заморозила рассаду. Она так написала, ой, вы, вероятно, не на продаже рассадов зарабатываете, а вот на таких роликах в Ютубе, ну это надо быть такой глупой, глупым человеком. Я специально посчитала, что вот при таких просмотрах, как имеет этот ролик, 320 рублей за него мне выдадут когда-то, там, через какое-то время, и заморозить несколько тысяч рассаду на такое большое количество, это надо придумать быть очень умным человеком, в кавычках. У меня большие 10 штук замерзли, я их обрезала, спасать нечего. Если уши побелели, то внимания на них не обращаю, через несколько минут они сами отпадут, никогда и нигде не вынувают. Это точно, это нам подходит. Ну, листики отпадут, всё, так долго загружается, дальше продвинуть не могу. Подождите, подождите. Так. Вот тоже утром самое первое я прочитала. А разве они замёрзли? Нет, нет, это не это. А то одна написала, что вы обманываете, они же не замёрзли. Ну, замёрзли, подмёрзли, я считаю, что это одно и то же. А вот пишет Валентина Подмонарёва просто, разве они замёрзли? У меня после такой картины потом в течение дня поднимаются, при температуре выше 15, конечно. Но я написала, они поднимаются, но они лысыми будут, некоторые уже без листьев. Я думала, что это вот тот комментарий, который одна девушка написала. Ну, зачем вы обманываете? Такой заголовок поставили, замёрзшая рассада, они же не замёрзли. Ну, я говорю, ну, нужно, чтобы, наверное, сосульки висели, чтобы вообще... Я считаю, что всё равно это считается поморожение, как замёрзли листья, замёрзли, подмёрзли, не знаю, как выражаться. А вот пишет Наталья Подкладышева, что выгревала парник газовым устройством, газ пропал, температура была плюс 10-12, рассада пропала, огурцы пожелтели на корню, томаты пожертели, даже на луке пожелтели кончики, и укроп стоит рыжий. Вот, кстати, я вот такие комментарии ещё 2 года назад читала, и люди пишут, что, возможно, бывает разное качество газа, что ли. Вот у нас газ нормальный, вот у нас этот газовый баллон, он не влияет ни на цвет растений, не погибает ничего, а у некоторых почему-то от газовых баллонов угорают растения, угорают, у меняют цветы, это ещё нужно, да, интересоваться, какой где газ. Пишет Оля, держитесь у Медведева Валерия, ну, это тоже блогер, прошлый год в июне всё замёрзло, у него есть видео, он из пасынков выращивал. Ну, я знаю, конечно. Так, а перцы и баклажаны какую температуру выдержат? Ну, перцы и баклажаны однозначно нужна им более высокая температура, если я говорила, что томаты я держу при 10 градусах в теплице, то в это время перцы и баклажаны я обязательно заношу, ниже 15-13 я стараюсь их не держать, они всё-таки. Валентина Папина пишет, какая вы умничка, сколько позитива, надо же рассаде сказать, что же ты не спрятался, видишь, холодно, отползай. Это я вот этому бедному, которого листья почернели, рядом же сибиряки стоят такие толстые, ничего их не тронуло, я говорю, ну, прятался бы за них-то, видишь, холодно, вклинивайся туда, отползай, они бы спасли. Так, вот все пишут, да, не отчаивайтесь, не переживайте, но я теперь смотрю, что люди переживают больше меня, мне теперь уже даже жалко тех, кто сильно расстроился, она сейчас у меня отойдёт, встанет, а люди перепереживались, не надо так принимать блеск от сердца. Вот сейчас у меня выкладывается, загружается видеоролик, называется «Учитесь на моих ошибках, советы начинающим». Там как раз я пишу, что, ой, говорю, что это рядовая такая заурядная у нас ситуация, что это бывает раз через раз почти у всех. Не обращайте внимания, реанимируйте, дальше выращивайте. Про сорта рассказала, что сорт от сорта даже сибирский отличается, надо выбирать, и что большинство, если живёте в холодном регионе, большинство должно быть сортов вот таких холодостойких. Ну, тут пишут, что такая ночь у многих, что даже в Ставропольском крае минус один, минус три, нынче вообще какая-то аномалия. И это вообще, ещё случилось, что такие ночи, такая холодная вся неделя, такая ночь холодная. Ещё как назло, ещё этот автомат отключился. Ну, ничего, Александра пишет, они совсем не замёрзли, а опечалились немножко. Это я вот про те, которые паникли, они уже встали. Так. Вот тут раз про Пекинку и про всё спрашивают. Всё хорошо, завтра выйду в огород, покажу, как Пекинка себя чувствует. Вообще, все, конечно, комментарии читать не буду, потому что они все на одну тему, все однотипные, что держитесь, отливайте, опрыскивайте пином, что нужно утепляться. Вот у нас ещё сегодня и завтра холодная ночь 0,1 градус. Ну, после прошедшей ночи это, конечно, цветочки. Я всем желаю в такую погоду, конечно, предпринимать какие-то меры, но вот как показывает опыт моей вот этой ситуации, что бывает так, что вроде всё предусмотришь. Я же вчера показывала, что я их и опрыскала, и переставила там, чтобы удобное было. И всё-всё-всё, а раз, а в другом месте получилось. Вот пишет Марина, ещё обязательно хочу прочитать. У нас такая же температура. Мы выращиваем на продажу томатов, не отапливаем теплицы, ставим ящики с рассадой на землю, ставим дуги, укрываем укрывным. Всё выживает, возможно, под укрывным плюс один, но всё живёт. Если бы было плюс пять, я бы ночь спала спокойно. А вы такой опытный человек, теплица почти дома, и такие косяки, такое впечатление, что вы не на рассаде зарабатываете, а на ютубе. После такого, но комментария не очень приятного, со знаком минус ещё, удачи вам. Мне от вас удачи точно не нужно. Смотрите, если Марина пишет, что я не на рассаде зарабатываю, а на ютубе, это значит, я вот про неё имела в виду, что это значит, что вот этот ролик создан для того, чтобы заработать вот эти 300 рублей на ютубе. И именно для этого я заморозила около 2000 рассады. Конечно, Марина, наверное, отличается умом и сообразительностью, но я, во-первых, и не на рассаде зарабатываю. Как это? Такое впечатление создалось, что я вот прям живу всю жизнь на рассаде. Я вот ей пишу, что вот эта рассада вообще-то для выращивания в моём огороде, я её продавать не собиралась. И зачем людей волнует, чем я зарабатываю? Я вообще-то отработала свои положенные 30 лет, я получаю пенсию, вы за меня не волнуйтесь. А то, что я, когда какую-то часть на заказ рассаду выращиваю, ну, это моё личное дело. И сколько зарабатываю на ютубе, тоже моё личное дело. И вот хотела на этом остановиться, что люди вот в такие вот моменты, как сказать, сразу делятся на тех, кто хочет поддержать, кто выразить, хочет поддержку, кто хочет чем-то помочь. И тех, которые в этот момент не считают зазорным вот сказать, «Ой, у вас такие косяки, несмотря на то, что вы опытный человек, вы, наверное, зарабатываете на ютубе, тут же желать удачи». Это вообще всё у неё разбалансировано. После таких высказываний не надо удачи желать, надо просто прощаться, уходить и больше не заходить никогда, потому что у человека действительно неприятность, у человека действительно какое-то, в какой-то степени горе, можно даже сказать. Ну, да, такой, я не говорю, что я прямо убиваюсь, но всё равно это неприятно, это мои труды, это всё. И неважно, куда я приготовила, для себя или на продажу, тут же высказывать такие комментарии, мне кажется, это по меньшей мере бесчеловечно как-то и вообще. Не очень мне это нравится. И когда такие люди заходят, и вот в такую трудную минуту, вот такой раз тебе шпилечку под кожу, хочется, конечно, чтобы больше они вообще здесь не заходили. Хоть и я доброжелательный человек, ну вот читать в такой день, когда действительно все...